Ну, вообще, по текущему раскладу, Рейзер дела идут так себе. На одной ногой они уже вылетели практически с этих квалификаций. Они вчера сыграли два матча, из которых оба проиграли. Значит, для того, чтобы как-то побороться за первое-второе место еще, за выход в плей-офф, нужно выигрывать абсолютно все. Как вы понимаете, сделать это будет очень сложно. Что же касается Нави, у Нави есть одна победа, есть одна ничья. То есть, более-менее неплохое у них сейчас положение. Имеют они три очка из четырех возможных и держатся на третьей позиции. Ну, ладно. Так что, понятное дело, что если Нави выиграют, они, скорее всего, будут претендовать на плей-офф. Если HellRaisers выиграют, у них еще останутся шансы. Ну, если Ашов проиграет хотя бы одну карту, шансов не будет. Да, ну, тяжелое они себе сами сделали. И вчера, на самом деле, они очень плохо выглядели. Вот. Ну, и как бы в параллельном матче там тоже очень много решается. Там, фактически, если 7Spirit выигрывают одну, они уже себе обеспечивают первое-второе место. То есть, там только будет как-то решаться уже дополнительным показателем. Если выигрывают две, то все, они топ-один и гарантированно выходят. Да. Ну, собственно говоря, именно за TeamSpirit и должны болеть Нави. Потому что TeamSpirit Нави уже вряд ли догонят. А вот Империю догнать они могут. И в третьем туре как раз будет важнейший матч Нави и Эмпайр. Возможно, важнейший, а возможно и не очень. Если Нави сейчас не выигрывает. Ну да. Возможно, там вообще ничего не будет решать патч. Ладно. Ну, пока вообще, на самом деле, по поводу драфтов сказать особо нечего. Единственное, что можно порадоваться за Пуджа. Ибо Пудж у нас будет ставать какой-то экшен. И это будет круто. Бегать по карте. Интересно нам, какого плана вообще Hellraiser использует этому Пуджа. Это Пудж-мидер или Пудж-суппорт какой-то. Ну, я в Хардлейне видел пару раз. А Пашер? Вообще, в принципе. Я не помню, от кого я видел последний раз, честно. Этого Пуджа. Но Пудж не так плохо, то есть, как раньше. Здесь, в этой мете, он немножко поинтереснее смотрится. Хотя, казалось бы, такого. Но ему сделали более ценный аганим. Ему, в принципе, подняли хук. И сделали... Ну, ультимейт подняли очень сильно. То есть, теперь не нужно аганим тебе, чтобы наносить... Чтобы отхиливаться. И есть еще и линза. Да, вот, самое главное, что добавили вальф, но в патчах это добавили линзу. Артефакт, который очень серьезно помогает Пуджу. Хук у него теперь увеличивается. Дальность его применения, соответственно, можно использовать для более неожиданных этих-то ганков. Я думаю, что эту линзу мы с вами на Пудже сегодня увидим. Пока вот Бэйн допикивает себе Hellraiser, это значит, что Пудж будет точно одним из core-героев. Либо на легкой линии, либо в миду. В зависимости от того, кого еще вот соберут себе Hellraiser и куда пойдет лон-друид. Там же отвечает пиком Брюмастера. Но у них пик более пока такой дефолтный, я бы даже сказал. Ну, за исключением, наверное, все-таки Найкса. И остальных героев мы с вами привыкли видеть и видеть часто. Интересно, почему именно лайфстилер, учитывая, что с медведем ему не так комфортно. Ну, медведь его копает. С другой стороны, от самого медведя он неплохо отъедается. Осталось 5 секунд. Тоже может быть довольно важным. И от Пуджа? От Пуджа тоже, да, учитывая, что это был пик пост. Ну, просто дизейблов, пробивающих рейдж дизейбла, и лон-друид может пробить рейдж. И в итоге дитяра может здесь оказаться в не самом завидном положении. Да, кстати говоря, Na'Vi совсем близко от нас. И если мы затаим дыхание, то, возможно, тебя, скорее всего, нет. Да, ну, собственно, драфт уже сделан. Саленсер последний пик для Hellraiser залетает. Это герой, который будет ломать всю схему Na'Vi, когда они прилетают. Он всегда будет мешать бремастеру выдавать свой ультимейт. Ну, и это саленсер от Афонина. У нас Пуджа будет все-таки керри. Всеми керри, да? Первая карта. Na'Vi HR. Пройдемся быстренько, наверное, по составам. Так, что имеем? Андершок будет играть у нас на суппорт. Бенни на легкую линию пошел и бах на Пудже. Как раз-таки, да, Фонин будет на Саленсере в Миду стоять. Есть у нас Лон Друид от Шачлов в сложную. И еще один суппорт. Это Оракл от Котема. Так, ну и команда Na'Vi. Команда Na'Vi на Винге у нас играет Артстайл. На Шадоу Шамане Санейка. На Брюмастере Дэнди. Лайфстилер от Дитяра. И Тускар от Ахмо. Да, ну, кстати говоря, по поводу шансов возможности установленного коллектива. Например, на том же сайте ЕГБ по ставкам. Коэффициент на Na'Vi был 1,1. 1,187, по-моему, даже на победу. А на ребятах Скалорезерс 8. Коэффициент 8. Да, кстати, я узнал по поводу вот этих странных коэффициентов. Дело в том, что если ничья, то ты проигрываешь все. То есть, поэтому коэффициенты на ЕГБ, на победу и той, и другой команды, они могут быть очень неплохими. Но на ничью при этом, естественно, если ничья, то ты и поставив на победу и одной, и другой проиграешь обе ставки. Такая вот необычная ситуация. Но это было два системы, опять же. Кстати говоря, вот именно вчера было очень много ничейных результатов на первом стриме, если вы смотрели. И немножечко неожиданно даже для кого-то. Там, Лона Конспириси, например, по карте у фаворитов своих групп выбивали. Поэтому действительно ставить нужно осторожно. Надо потерять все в своей папке. Окей, артстайл пробежал. Сандришник поставил, мы видим. Попытался найти чужой обсервер и не смог этого сделать. Обсервер очень даже... Ой, интервативный поставили хеллрейзерс, да, поближе к себе. Шачло обвардил себя, поставил сандрик чужой обсервер, тоже не нашел. Так вот, куча вардов была проставлена на топе. Все это для того, чтобы как-то попытаться помешать медведю фармить. Да, медведь решил, что ему мало контролить одни медведя, мы еще и курьеры здесь решили подконтроливать. Ну, посмотрим, что у нас здесь будет в начале этой игры. Не дают медведю вообще подступиться к крипам. На самом деле, довольно неприятный он хардлайнер. Да, вот срезает ветку. Санейк здесь выходит. Ну, вряд ли что-то удастся сделать. Вот неприятный хардлайнер, потому что сетку его сейчас практически нереально поймать из-за крика. Если ты даже ловишь в сетку, он не может кастовать, но его мишка подбегает, кричит, и шаман перестает держать в сетке. Да, вот это вот сбитие ченнелинг способности, оно сейчас очень серьезно будет мешать. Вчера как жестко это решало, когда просто на лоу хп убегал, ой-ой-ой, Бэйн, Бэйн идет за Дэнди. Дэнди здесь в опасности, Андершок его не смог добить. Вчера очень сильно решало на лоу хп, когда Лондруид там просто сделал телепорт. Катанул свой этот крик. Бэйн потратил сон сейчас. Ну, это очень важно, потому что он Дэнди сбил хилочку, которую он только что принес. Поэтому осталось только тангузские три штуки. Моя мариафония, но это в принципе для него не так страшно, Дэнди был далековато. Хотя, посмотри, под огромной пачкой крипов-то Афонин получает по башке. Ой, как больно-то ему. Афонин пытается уйти и спасается-таки. Очень опасно, конечно, здесь было, но выживает. Да, стоит отметить, что у Шамана на первом левеле довольно-таки большой дэмэдж с вот этой вот молнией 140. И действительно, там еще пару тысячек мог бы убить. И если бы Брюмастер пошел чуть раньше вперед, потому что пачка крипов была огромная. Действительно, его пробили знатно. Ну что, пока что Пудж, Пудж, кстати говоря, который это все-таки керри Пудж. Да, от Ашеров я видел керри Пуджа. И он был очень хорош. Я не помню, мы не с тобой документировали? Нет, я керри Пуджа от Ашеров. В общем, там... Ох, Санейчка. Забирают все-таки шачло. Удивительно, каким образом ему не помог его крик. Но, тем не менее. В общем, Бах овнил на Пудже. Он просто уничтожил вообще всю карту. У него было огромное количество стаков, но в итоге в какой-то момент они то ли начали слишком жестко фаниться, то ли наоборот. Соперник заиграл слишком серьезно. И катку они слили. Ну, еще потом и Бах писал в чат, что, мол, да ну вас с вами неинтересно. Пудж-герой такой, да. Если ты поймал какую-то определенную волну, если ты там доминируешь на карте, тебе нужно как можно быстрее эту карту закончить. Потом, в более поздней стадии игры, есть герои, которые Пуджа будут просто изничтожать. Так что здесь, например, та же самая ситуация может и с Найксом возникнуть. Ну да, но с другой стороны, если он опять же наберет 6к хп, то это станет слишком жестким. И он там с ульта будет слишком больно дамажить. И опять же, стоит заметить, что вот как раз таки команда Нави сама использовала Пуджа, где Найка играл на саппорте. И там он в итоге, ну, затащил карту. Бывали разные у нас примеры. За историю доты были Пуджи хорошие, были Пуджи не очень. Ну, активно, наверное, использователем и Пуджа, все-таки считаются исконно Нави. На втором месте по использованию, наверное, все-таки ребята из Левиафа на американском районе. Там Дженкинс очень хорошо исполняет на Пудже. Ну, то есть они разноплановые тоже. От Нави Пудж в основном был медовое, Дэнди одно время, потом Санейка пересел. У Левиафанов это оффлейн зачастую Пудж. Здесь мы видим керри Пуджа. Бывляются они не так часто, но вот видим всегда на разных позициях и всегда у них разные роли. Ну, вот есть плюсы, конечно, определенные у Пуджа, который стоит на керри. Он фармит, все-таки у него получают какие-то деньги, купит себе линзу, может быть, побыстрее. С другой стороны, он пока не создает какого-то спейса на карте для своих других кор-героев. То есть он не бегает, он не держит страхи, все другие линии у Нави. Ну, он может этим заняться потихонечку попозже чуть-чуть. Так, Пандершок взял хосту. Хмоет, все видит. Да, Нави вчера устроили, на самом деле, очень две мясистые катки. Ну, можно уже с уверенностью сказать, что Нави это одна из немногих команд, которая, ну, иногда любит перейти в лейт и чувствует себя в нем хорошо. Они уберут вот эту свою спектру, и со спектрой, конечно, очень тяжко в лейте воевать. До лейта каждый раз они выживают. Вчера стоит отметить, что против Team Spirit они выжили во многом благодаря Денди. То РП, которое он выдал, это было что-то. Итак, Слип пошел у нас на Ахмо, Хук, Глобал. Ох, кажется, здесь будет непросто, но нет, Пуш слишком много демджа наносит. Свинга дает танчик, Артстайл перетягивается, но стирает ее Годдем. В итоге 2 в 1. Тут, конечно, Бейн уйдет, он аккуратненько прогрозает себе проход, Годдем тоже отходит. Ну, зашли по тавр, далековато зашли. Пытались использовать еще и Глобал от Саленсера, который находился в миду. Ну, получился такой себе размен, не знаю, насколько он хороший для Ашеры, ибо потеряли они Пуджа. Ну, на самом деле, нормальный, вполне себе нормальный размен получился. Потеряли Пуджа, но забрали 2 кила, стянули, плюс куча игроков вниз. Будж сейчас возвращается, и комбинацию через Слип. Так, заряжают. Ахмо стоит на месте, есть Сноубол, покатился. Ну, да, очень здесь быстро разобрался, очень круто кинул шарды, так что Пуджу пришлось обходить. Сноубол решает такие вопросы, такие проблемы. Ну, пока шестого нету, да, как только появится шестой, все, Сноубол уже решать ничего не будет. Там Пудж должен успевать его съедать, до. Слушай, а вообще, по-моему, успевать должен, да, Тускар, если на большой позиции будет Пудж давать Хук, дать себя в Сноубол. Саранее, до Хука. Ну, во время даже полета Хука. Кидит Сноубол и спрятаться. Ох, Дэнди, Рэнди, Соло. Ну, смотря как, если спрятаться от Хука, можно, а если ты попал на Хук и Пудж все сделал идеально, то нет, он тебя съедает. Он тебя просто начинает грызть еще в полете. Это понятно. В этом теле, в нем разобрали Оракла, на руне подловили. У нас начинается какой-то экшен, более-менее, ребята начинают по карте убивать друг друга. Видите, вот Дэнди в Соло отдался вообще от Саленсера, такое тоже бывает. А тем временем Шачло грызет. Если сейчас, на самом деле, учитывая, что это не Б.О.2, с которой дается 3 очка, так, нападение на Афонина. Вот шел Сноубол с четырьмя персонажами внутри, залетает на Афонина. Афонис, конечно, должен справляться в таверну, хотя он довольно живучий. Откидывается с своими способностями, приходится на Шачло и надо вразмениваться. Тут Карла уже убили, Гнать, Гнать противника идет до конца, Бэйн, есть Принца, Портайл, Арсенел падает. Есть Доплкил, уже отход демо, можно идти дальше. Медведик потаскует. Да, и, ну там Праймал Сплит, Праймал Сплит от Примастера. Андершока могут поплавить. Отдадут Андершок, поднимают его в воздух, здесь никак он не выживет, он пытается, пытается, возможно, отхилиться. Нет, он пытался использовать Брейнсап, но размен неплохой. Очень классно сыграл Андершок, заслипал Сайленсера вот в этот момент, когда в него врезались. И, в принципе, если бы был Глобал, Сайленсер успел бы нажать свою кнопку. Это на будущее очень крутой сейв. Ты слипаешь на долю секунды Сайленсера, его не станет, он жмет Глобал. Действительно, очень здорово. Это работает. Это работает. Ну, очередной такой размен у нас произошел, кстати, без участия Пуджика. Пуджик левел 6, если не легкий Пуджик. О чем, собственно, я хотел сказать, о том, что каждая карта равноценна абсолютно. Если сейчас Нави проигрывают, а в параллельной встрече Эмпайр выигрывают, то, по-моему, там уже все становится супер печально у Нави. И шансы у них теоретические только остаются. Возвращаясь еще раз к пику HR, стоит отметить, что здесь такая у нас какая-то глобальная перманентная строта. Не хватает Легион Командера. Просто Пудж набирает силу за фраги, Сайленсер забирает интеллект за фраги. И растет все постепенно. Трех, по-моему, да, два из трех героев, которые не теряют свой потенциал, не раскрывают его до конца. Легион. Да, да, да. И эти как раз-таки полноценные три персонажа бы получились, которые можно развивать до бесконечности. Просто у них нет предела. Ну, это из теории. На практике тогда, конечно, редко получают. Да, кстати говоря, по-моему, Лайфстиллер тоже у нас не особо подключался пока что в драке. Ну, 0.1 у него, он поучаствовал во фраге, а там на шачло. Фармит, фармит армлет себе, есть у него фейцбут. Крипстат у него просто великолепный. Нетвор, соответственно, тоже обгоняет даже сайленсер на 500 голды. Пуджатаем и на того на 600, на 700 голды, так что... Ну, вот здесь вот очень сильный потенциал хардлайнера, боже ты мой, у команды HellRaisers. То, что вот этот медведь, он вроде бы как бы ничего не делал, но он фармил лес с получением своего левела. Сейчас он уже шестой. С получением четвертого мишки он сможет очень активно помогать ломать ТВРА. То есть есть чем убивать, это пудж. Есть чем драться, там, этот сайленсер. И как раз таки, если драка выиграна, есть чем ломать ТВРА. Можно очень неплохо развить преимущество. Ну, посмотрим. Об этом, конечно, пока что рановато. Да, прежним под вопросом еще. Потому что он фармит, он вроде бы зарабатывает себе денег, но непонятно, как он будет пользоваться. Купил он себе такие артефакты, которые позволяют ромить, бегать и убивать. Этим он непосредственно не занимается. А уже девятая минута. Я больше привык видеть тех пуджей, которые ходят бесконечно по карте и зажимают оппоненты глубоко под товара. Здесь же все-таки, как ни крути, но фарм отличный получает на Икс. Спорты более-менее развязаны у них руки. И Дэнди тоже пытается найти себе свой фарм. Вообще, очень интересно, по айтемилдам, если посмотреть, я немножечко удивлен, потому что Шачло купил себе Айрон Талон на Спирит Бире. Тоже самое сделал Дэнди. Да, он фармит нормально там леса уже с начала игры, поэтому Айрон Талон окупился. Так, у Na'Vi 6 игр против пуджа, в 5 из которых они победили. Ашердоты играли с пуджом 5 раз, победили в 3. Хороший винрейт у Na'Vi против пуджа, но и у пуджа Ашеров неплохой. Ну, то есть, если мы сами играем с пуджом, то играть как против него мы тоже узнаем и умеем. По идее, должно получаться. Да, проиграли Империи, когда на нем играл Йоку. Ну, вот это когда очень хорошо Empire себя чувствовали, а у Na'Vi был полный развал, и Фобос играл в Na'Vi. Да, это самые ужасные, наверное, времена были. Я вот не побоюсь этого слова, но сейчас Na'Vi чуть ли не лучше себя чувствует, чем за все последние полгода или год. Ну, как бы, хотя бы... В ремастер в версии 6.86 мид ходил 6 раз, 4 победы. А Дэнди 20 игр, 11 побед. Последняя игра 16.01.2016. Очень интересная стата из будущего. 2015, извиняюсь, 16.01.2015. То есть, год назад фактически он... Плохо, неплохо, неплохо, согласен. Да, ребят, пишите свою статистику, просто какую-то интересную информацию или какие-то сообщения, может быть, вопросы по хэштегу RUHUB, либо лично нам с сообщениями через Собачка Адекват ТВ или Собачка Майлшторм. Будем в таких вот паузах с вами общаться, разговаривать. Ну да, надеюсь, их будет не слишком много, но если будут, нам хотя бы будет о чем поговорить. Да, будет интересно, интересно поотвечать на ваши вопросики. Вот я вывел на трансляцию, вы теперь все равно, видите. Сегодня, кстати говоря, возможно, будут сыграны даже не все матчи. Я вот, если честно, не знаю, какой будет формат, если, например, в одной из групп станет все понятно. Бывает такое, что до окончания последних двух матчей или трех даже, надо будет смотреть. Какие-то игры уже не будут иметь смысла, там будут определены уже первое, второе место, третье, четвертое, пятое, соответственно. Их нет смысла ягать, нет смысла спать. Возможно, какие-то матчи в конце сегодняшнего дня будут просто-напросто проигнорированы. Но эту информацию мы еще будем уточнять, и опять же, это будет зависеть от того, как будут сыграны первые игры. Вот. Ну, что касается Empire и Na'Vi, у них абсолютно равная ситуация. У Империи остается матч с Spirit'ами и с Na'Vi, то есть два суперважных матча. У Na'Vi остается с Империей и с A'Share. Ну, собственно говоря, один они сейчас играют. По сути, если сейчас, ну, идеальный для Империи вариант 2-0, они побеждают, Na'Vi проигрывают. Получается, у Империи впереди на два очка. Но даже в таком случае Na'Vi могут выиграть и с помощью личной встречи переиграть. То есть, как бы ни закончились матчи этот параллельный, матч Empire-Na'Vi, как минимум одна карта, будет что-то решать. А если сыграют, допустим, в ничью, то там будет прямо борьба до... ну, было три можно играть сразу, в принципе. Потому что при ничьей будет нужно играть решающий. Да, в этой группе не все так понятно. По-прежнему еще не списываемся счетов HellRaisers, которые поначалу сейчас идут. Забавно, да? Мамос Бойс одно очко и уже все. А HellRaisers ноль очков и еще имеют шанс. Да, действительно, имеют шанс. Их впереди еще два матча, если они выиграют. Ну, вообще, они даже не столько, сколько сами, конечно, имеют возможность пройти в плей-офф, сколько помешать очень серьезно вот тем же Na'Vi, например, и еще одной команде, с кем они будут катать. Это все впоследствии мы сегодня увидим. Какие-то проблемы у нас там с Бэйном? Да, ну, вон там с провайдером даже уже порешали. Я думаю, что сейчас вернется Undershock. Ну и что, можно посмотреть пока какие-нибудь там артефакты, что тут вообще есть. Вообще практически ничего нет. Единственные интересные арты это Аэрон Талоны. Ну и я бы еще отметил Сайленсера, потому что у кого ничего нет практически пока что. А Сайленсер там уже затарен, ой-ой-ой. И Санейка с Арканами. Внезапно. Боготел. Ну, кстати говоря, по Творцу он идет очень прилично и почти догоняет медведя. Так у него стат 2-0-2, во фрагах принимал участие, не погибал. Плюс ко всему сейчас Найкс. Ну, Найкс какой-то герой, который может позволить себе сместиться в леса ран или пост. Да, он может в принципе линию вообще подарить Шаду Шаману, чтобы тот впоследствии получил левел 6-ой и начал уже пушить. Какой-то уже работает. Хотя, раз всем скоро будет выходить с Армитом, и непонятно будет, как его останавливать. Будет отъедаться абсолютно всех. Надеяться на то, что сработают корни. Будет бесконечно работать. Все, шанс. Шанс, шанс. Шучло был старт не самый крутой все же. Как по мне, купив себе Аронталон, он, конечно, выигрывает в фарме леса, но при этом все-таки часть денег он на это потратил. 500 колды. Ну, смотри, Топорик в принципе он в любом случае бы покупал. Он купил колечко, которое, в общем-то, нормально. И рецептик за 125, все это супер дешево. Если это действительно, это надо считать и смотреть, если действительно столько ускоряет его фарм, то почему бы и нет? Да, вот опять, что надо. Или нет. Вообще, Аронталон было бы неплохо, если бы его можно было, например, разобрать. Вот я тоже. Ну, как бы даже Топорик сделали, чтобы собирался в БФ. И тем самым он стал более актуальным. Почему, по какой причине не сделали, что... Вот сделать вместо того, чтобы Топорик собрать, дешевить как-нибудь, какой-нибудь предмет, я не знаю, может быть что-то, Клеймор или Бродсворд, и сделать так, чтобы БФ собирался из Аронталона. И все будут его собирать. Ну, кто собирает БФ? Ага. Ну, в общем, это, я думаю, что это еще, как в свое время появились всякие артефакты из серии, там, Шадоу Блейдов, Башеров, которые вроде многие покупали, но они были достаточно слабые, а потом их начали грейдить в Сильвер Эйджи, ну, такая возможность появилась. Начали делать супер Башеры, и как бы Башер уже стал для многих героев Маскеф, потому что он переходит в Эбисол. Чем в Лейтове ты можешь произвести свой артефакт, занимая только один слот, тем лучше, и этим будут пользоваться игроки. То есть, непременно должны все остальные другие артефакты иметь такую возможность. Я вот, опять же, намекаю, например, какую-то Сэнджет Гяшу. Пудж полетел. В боках идет. Ну, первый серьезный выход из своей линии, куда-то от Эбаха. А Скотт Демо вместе скооперировался. Ну, что ж, нужно... Нужен Вижн, во-первых, коим не обладают сейчас Хелл Рейзерс на топ-лейне. И Пудж идет, ну, просто так, на удачу. Ну, я не знаю, никого еще не доходит. Андершок снизу убивают. Тем временем он, конечно, там попытался, заслипался. Чем бренд сап дал, но получается Шеклз погибает. Каких шансов? Так, а здесь смоки заканчиваются. Ищут, продолжают искать лайфстилера. Но дитяра... Красавчик. Он все знает. Почитали этот момент и увидели, что Пудж сместился с легкой линией и просто ушли с топа. Бах в итоге не реализовал свой выход пока. Но он еще оттуда не уходит. А Найкс спрятался в Крипочка-то. Посмотрите, они что сейчас будут мутить? Ой, вот сейчас... Ииии... Увидел Пуджа. Все, увидел Пуджа. И должен, на самом деле... Он, может быть, пытался на Мишку напасть. Ага, да-да-да, все, понял, понял, что Пудж. И Афоня уже здесь. Крипа входит. Лежать Крипочка. Мы пили Крипа, но теперь она вылазит из него. Да, не дает его зафармить. В момент вылезает. Очень вовремя. Хорошо, что теперь можно контролить Крипа, иначе бы Лайфстилеру здесь пришлось туго. Ну вот он, Медведь. Медведь, у которого практически нет артефактов и слабенький Нетворс. Он выходит и просто начинает ломать. Хотя Нетворс не такой уж и слабенький, но по факту Ариенталон да сапог. Но пошел, пошел за счет силы, за счет вот этого Демолиша, который дает дополнительный 40% урона по постройкам. Да и, в принципе, как мы вчера отмечали, что Медведь там в лейте начинает страдать. Потому что переросты нет. Дэнди. Погибает очень быстро. Хорошая комбинация слип плюс сук. Это всегда работает. И забирают Дэнди, который немножечко остался внизу. Не успел уйти. Хороший килл на перетяжке в исполнении Хелл Рейзера. Сразу же будут поддавливать нижнюю люню. Не очень хочется увидеть, конечно, Медведя, чтобы сюда подошел. Но Медведь... Он за колоном катапульту сгрызает очень быстро. Кстати говоря, то, что и с ним пушить гораздо быстрее можно. Ведь это реально проблема, когда ты приходишь пушить, выезжает катапульта, и ты ее ковыряешь, стоишь. Очень долго обычно. Тут быстро, да. Тут просто 40% вседаешь и потом добиваешься руки. Да, ну все, снизу даже без Медведя справляются. Медведь там еще напряг с мидл линию. Может быть, перейдут. Так, и... И бах. Развел на сноубоу. Правда, там глобал пошел, есть ТП. И Дэнди ворвался под глобал. Не может ничего сделать, ему нужно одеть. Получает еще один санк. Сфоконина просто сажается. Найкс. Есть фук. Дэнди погибает очередной раз. Минус и бах. Один-два размен. Продолжение атаки с роддаймом. Есть свап. Получает он эзершоки. И будет тоже погибать. Санэйка сам должен выживать. Ай-яй-яй. Как неудачно получилось для Дэнди. Просто доли секунды ему не хватило, чтобы разложиться. И выжить в данной ситуации. Глобал плюс сам Саленсер. Как-то вообще, конечно, не круто выходит у Дэнди. У него 2-3-2 стад. До блинка очень далеко. Две подряд драки, в которых просто себя никак не реализовал. Что сделал Санэйка? Отъехал чуть. Поставил змейки на... Ну, это, конечно, неплохо. Но опушить вы не хотите что-нибудь вообще? Он блинк хочет. Как сыграл андершок. Просто красавчик андершок. Только теперь бы выйти еще. Мда. Фэрифайер сидает. Андершок получает валрос панчи. И погибает. Такие... Размен на себя, понятное дело, и баху будет. Ну, немножко здесь не хватило. Он очень грамотно отагрил крипов, чтобы пуш мог хуком попасть. Но не учел, что они его сейчас просто запрут, и он там останется. Но, в принципе, все равно размен в плюс. В этот момент зафармили эншентов 2 саппорта. Это, конечно, круто, то, что саппорты фармят. Но медведь уже себе взял Мидас, и уже третий по Нетворсу идет. Теперь айт набирает шач лол. Дали ему теперь пофармить. Не стали... Ну, перестали его убивать. Перестали давать им должного внимания. И он начал разгоняться. Представляешь, какая скорость фарма с Аэронталоном и Мидасом? Там лес просто падает в пунду. Он и так быстро падает против Медведя. Все так шачло будет представлять проблемы для противника. Ну, здесь пока у Нави очень хорошо смотрится дитя РА, да? На Найксе, который на легкой линии выфармил с Аэрмбет, и с этим Аэрмбетом продолжает фармить еще. Ну, дезапак какой-то. Идрилхаммер пока есть. Может быть, Майллстром, может быть, дезолятор. Не знаю, сколько вариантов. Может быть, даже БКБ, но рановато, да и не так нужно оно. Дэмэдж нужен. Я думаю, что, скорее всего, дезолятор здесь. Обычно просто покупают. Он такой сигнатурный артефакт. Вот на лайфстиллере любят именно дезоль. Все-таки там дополнительный вот этот вот дэмэдж свиста. Может быть, может быть. Поглядим. Смогте временем исполнение Хлорейзерс. Линза уже появляется у Ибаха. Левел девятый. Видимо, вкачан прот на полностью. Да, на хук тоже. Нет у него пассивки. Но это, в принципе, не так важно. Да, она все равно бы пока мало давала. Даже на четыре вкачанное. А когда как раз наберется... Так, и заходит. Заходит Нави. В свою очередь тоже на мид. Будет атаковать Сайлансера. Ой, как неудачно. Честы пасли. Идет вперед Ахмона. Косте в Афонину сразу через кекс инициирует. Вот он, блинк от Санейка. Можно идти дальше. Отличный свап. Садус Шекл сказал, что Дема отлично играет. Здесь Нави едет минус два. Дальше. Дальше бежать. А Гудем вообще не понял, что произошло. И просто пошел посмотреть на то, что сделали там с Сайлансером. Но Сайлансера, конечно, очень жестко убили. Он даже не успел реагировать. Уже есть блинк у Шадоу Шамана. Санейка поднимает артефакты невероятно быстро. 2.06 у него артистика. Ну, вот как раз-таки те самые ворды, которые он поставил на фарм Эджентов. Они вот привезли ему блинк, фактически. И блинк сразу же был реализован путем хорошего ганга. То есть пока, ну, темп такой довольно серьезный. На иконопал, его поддерживает. Вон хочет тянуть. Смотрит, кого бы мне потянуть. Тянет. Никого. Уходит из-под хука Ахмо. Тавр забивается. Ну, и здесь нет. Стихлорезер, наверное, подраться. Должны на алипоспактой. Да, на лайфстилера особо не попрешь. Он довольно опасен со своим армлетом. Толстый. И армора уже неплохо. Да, Дизоль у него совсем скоро появится. Есть уже два Митрилхаммера. Дендити в рейтпайте. Блинктакер. И совсем скоро будет Мека от Ускара. Ну, вообще, сейчас довольно неплохой отрезок проводит Нави. Зарабатывает огромное количество денег. Вот мы видим это по графикам. Проигрывали около двух тысяч монет. Сейчас выигрывают. Ашерам нужно ответить. Сделать пару фрагов. Может быть, забрать еще вышечку. Хотя бы одну. Потому что Медведь у них очень неплохо расформился. Действительно плохо. Но понятно, что надо его реализовывать. Ну, сейчас и радиантик понемножечку. Дендити начинает грызть. Есть хук. Глобал. Не дает. Не дает юзать Праймал Сплит. Который раз. Как же неприятно играть. В ситуацию на Примастере. Не знаю. По-моему, перестраховались. Но мне это не так плохо. Потому что сейчас заберут вышку. И... И бах. Ах, хук не достает. И даже немножечко не точно. Он все-таки, ну, отстал смогут. Света на нижней линии. Брали, правда, тавр. И бах сейчас может с хуком покорить кого-то. Но кулдаун был. Сноуболм залетает. Скорее всего, дайбол будет в исполнении Ахмо. Плодовит сразу финс грипп и ставится пауза. Да, ставится пауза. Ну, по позиции артстайла можно сказать с уверенностью, что погибает здесь Ахмо. Потому что он может свапнуть только самого Ахмо. Но его продолжат грызть. Немножко перестраховались с Сайленсом. Мог просто и бах хуком добить Денди. Но там была легкая вероятность, что Денди успеет разложиться в доли секунды. Решили не рисковать. Потому что все-таки фраг на мидере ценный. Учитывая, что ты рядом с мидом, можешь тут же переключиться и вышку забрать. Ну, ладно. Пока у нас пауза. Тем временем спасибо вам большое, дорогие друзья, за то, что вы очень много вопросов прислали. Вы можете пообщаться, поотвечать. По поводу спрашивать, почему до сих пор Ахмо и... Тиара числятся как стенден. Ну, это просто ребята, на самом деле, не вступили они в команду в самом клиенте. Здесь ничего страшного нет. Так отображается. Все, что им нужно сделать, на пару кнопок буквально нажать в доту 2. Они просто этим не... Что тут... Они полноценные игроки этого коллектива, скажем так. Пауз очень быстро отжимается. Это хорошо. Забрали тускар. Да, там довольно было тяжело спасти, да и не стоило, в общем-то. Вот то, что и требовалось. Два фрага плюс вышка и ситуация выровнялась. Да, графики идут пока вверх, то вниз. Особо сильного преимущества нет ни у того, ни у другого коллектива. Единственное, конечно, что может расстраивать сейчас на Ави, это то, что у них только один герой краша фармит, остальные плохо. Потому что Дэнди страдает. У Дэнди вообще с мида. Нетворс четвертый снизу. Обратите внимание, насколько же ужасно идет игра у этого бремастера. О, а там после Найкса три киво и Ашер фармят хорошо. Да, и с Дизолем можно быстренько добузить Рошана. Бегут, бегут Ашеры, хотят о них сшибаться. На самом деле, Змеек не будет. О, еще и сагрились. В Дэнди садится. Пошел фух неточный. Дэнди раскладывается. А глобала-то нет. И можно, можно драться сейчас с Мави. Дэнди бы слабую. Пока он G15 хп оставался. Нет, добивают таки его. Найкса пытаются раскатить. Найкс идет за своей жертвой, заебахом. Пытаются его сгрызть. Да ладно, Слипы. Нет, таки добивают Буджа. Здесь сейчас сажали Андершока. Это будет минус три восполнение. Ну, на самом деле, проиграли драку по двум факторам. Во-первых, Хуком не попал. А во-вторых, Медведя вообще не было. И второй, даже он поинтереснее. Этот, где вообще был Мишка, он даже не пошел к своим. Он продолжает фармить леса. Ну, в итоге минус Рошана, минус три и большое количество золота отдают. Сейчас еще и минус Тавр снизу. С Дизолем-то Найкс ломает ТВРа очень быстро. И противника грызет, ТВРа ломает. Ну, вообще, да. То есть, довольно странная ситуация. Не успевали холлрейзер за Рошаном. Пришли туда очень поздно. Без Глобала, который оставался куллдаун 15 секунд. Без Медведя, на что рассчитывали не совсем ясно. Вот, и траку проиграли в Салат. В чем? Я не подарил Нави. Будь Глобал, будь Медведь. Там как раз были потрачены Змейки. Рейджа не было у Лайфстилера. Панду можно было стереть. Да и, в принципе, ее и так стерли даже без Глобала. Настолько тяжело здесь Денди. Я думаю, что он пойдет сейчас в БКБ какое-то сразу. Ну, ему бы неплохо в Ладмир прикупить. Все-таки очень полезный артефакт. Помогает фармить. Вообще, вот этот Брюмастер с Ладмиром силен. Но БКБ нужно очень сильно. Да, тут в первую очередь нужно решать вопросы именно с Саленсом. То есть, я не знаю, БКБ или, может быть, бюджетный ЕУ вообще какой-то взять. Что, в принципе, на Брюмастер тоже не получается. Надо что-то придумывать сейчас Денди. Иначе он ни одного прайма сплитов так и не даст. У нас вчера уже была игра, в которой была статистика, что Урса против Оракула не очень хороша. По причине того, что... Ну, не любит она, когда ее кайтят. Лайфстилер, например, та же проблема. У него сейчас будет то же самое. Годемы, всякие там Шачло, Афония, все это бегает. В Афоне уже Форс Тафф. Годем, видимо, тоже фармит себе Форс. Потом появятся гос-скипетры. И они просто будут кайтить лайфстилера. Стандартная проблема всех милишных коров. Ты вроде бы носишь бешеный ДПС с руки. Что Смен, что Найкс, что угодно. Но едят вас кайтить. Если у вас убегают, если прожимаются гос-скептеры, вам что-то очень хорошо сделать. Я к тому, что легкая слабость получается у Нави в плане своего кэри. В то время как у Ашеров такой слабости... Ну, и у них есть Медведь, у него свои слабости. Но, в принципе, у него нет никогда проблемы добежать. Потому что Медведь бегает очень быстро и жжет всех радиансом еще к тому же. И Сайленсер вообще бьет с руки. У Медведя, кстати говоря, на 21-й минуте появляется радианс. Ну, вот он сейчас его себе дофармит. Да, самая скорость фарма оправдывает себя. Шашло не принимал участия в файтах, зато компенсировал это путем отличнейшего фарма. Очень хороший тренинг. Для хардлейнового мишки очень... Пудж, правда, просел. Ну и понятно, что Пуджу тяжко фармить. Уже ломают тир-2 сверху. Ладно, не доставили серпент партс. Разобрали сразу два тавра Нави без сопротивления с стороны противника. И разбегаются кто куда в разных уровнях. Ну и в ответку идут. На самом деле Нави могли бы эту вышку так сломать. Видимо, Санэйс немножко не ожидал, насколько круто будет Лайфстиллер с Дезолятором ломать. Медведь в ответку ломает. Да, благодаря этому заходу Нави заработали огромное количество денег. Появляются грипсы у Тускара. Тем временем, в свою очередь, Холлрайзер тоже фармят. У Афонина скоро будет рот Фатос. Волт не бил, через Форстафф и Фатос. Выход на нижнюю линию. Медведь подгрыз, минус фортификацион. Сейчас откатит у него Баттлкрай. Хотя нет, Баттлкрай откатывает очень долго. Ну, там, конечно, дикие статы дает этот Баттлкрай. С ним вышка падает очень быстро. Но в любом случае, можно доломать. Нет, все, Путш улетел. Решили не рисковать. Там засплитил неплохо очень Ахмо. То есть он привлек к себе очень много внимания. Перетянулся сразу же вниз. И попытается, возможно, Медвежонка атаковать. Да, можно его убивать. 300 монет лишними никогда не бывают. Через офф-баунс. В смысле, как с Дезолятором. Хорош Лайфстиллер против этого Медведя. 2.700 хп он просто сгрызает моментально. Что против Медведя, что против Пуджа. Именно поэтому на их как раз-таки и брали. Ну и позволили ему так хорошо раскачаться. И сейчас он с Аегисом вообще не хочется встать. Файты Ашером. Им хочется переждать. А Na'Vi, понятное дело, своим временем пользуется. Замечательно. Они просто идут и сносят. Ну вот он, Владимир на Денде. И теперь только в БКБ. Временем Сайлансер Роду Фатус. Взял все статы. Файты, кстати, отличная штука. Как только Рэйдж закончится у Лайфстиллера, а здесь его можно в Рэйдже проконтролить некоторое время. Тут же можно кидать на него всякие замедления. И большая проблема. Нужно за Рэйдж успевать. Да, это вот те самые артефакты на кайтинг. Тускар с Грейвзами. Видит Афоню. Ой, Афоня-то может стрелять. Вылезает очень быстро. Есть хук, правда. Сможет ли Афонин прожрать хоть что-то? Афонин. Вейв дал глобал. Дал глобал. Дальше можно пытаться подраться. Приходит медведь. Медведь спасет. Дитяра. Стоит Дизей, теряет свою первую жизнь. Надо его теперь спасать. Дэнди идет в атаку. Есть праймон сплит. Зажимает Годема. Клэп пошел. Дэнди наконец-то дает свой праймон сплит. Годем должен умирать. Годем минус. Дальше медвежонка приостановили. Open Bounce на Шачло. Шачло вытягивает Абах. И там кто-то у нас фритрял. Медвежонка опять сбили. Нельзя сейчас нового... А, и не может нового вызвать. Форстайп из медведя. Вот он, Родов Атос. Очень вовремя артстайл. Свап и танцпрок. Но, по-моему, это немножко лишнее. Как падают Ашер. Как же они падают. Абах, конечно, пытаются теорать, держать Дизейбль. Теорать, его просто откидать. Посмотрите, открывают Найкса. Минус так же Шачло. И стянули еще Афонина в Шеклз. Денди залетает глубоко. За три месяца своей команды. Пытаются убить Саленс. Ром, конечно, толстый. Напротив трех героев. Ты вряд ли что-то сможешь сделать. Минус пять делает Нави. Вот это драка. Да, Лайфстиллер отъедается действительно очень круто. Прямо в момент драки там восстановился очень много хитпоинтов. Возвращается сюда Оракул. Отъедается, может быть, как Лайфстиллера. Да нет, один он не попытается. Тем более Денди его видят. Готов прыгать? Нет, дал прыгать. Пойдет отсюда Оракул. Много денег. Очень много денег. В принципе, решающие преимущества заработаны сейчас. Я не знаю, что будет покупать Лайфстиллер, но он может себе позволить очень многое. По-моему, это Баша. Даже сразу Баша решил купить. Ничего себе. Ну, можно подумать о Керасе какой-то, чтобы уже окончательно лопать товара. Там с Шадоу Шаманом и его змейками. Возможно, сам Шадоу Шаман эти делает. Керасе у нас, скорее всего, это Лотос Орб, конечно, против Глобала. Топовый артефакт. Ну, вообще, Башер тоже неплохо. То есть, ты не упускаешь противника из-под своего контактного боя. Ты держишь его на месте. Появится потом Абисла, чтобы вообще задержать Сайленсера, не давать прокастовать ему Глобал и так далее. Тут много таких вариаций. Ну, и уходит просто в урон. Атаки немножко не хватает. Но вообще, Башер, да, это хорошая штука. Нормально, да, нормально же, скорость атаки. Там он лупил Медведя, просто будь здоров. Вообще, кстати, показали слабость этого самого Медвежонка. Он вроде бы есть, у него вроде бы радиан, цифарм неплохой. Но Медвежонок получает вейв от венги, получает станчик. Его сгрызает на X очень быстро. Что самое обидное для Медведя, то, что у него запас здоровья не увеличивается. То есть, с качкой, да, 40 метров. То есть, это максимальная возможность. 2700, можно еще артефакт купить на такой себе. Вот самое неприятное, то, что раньше не особо влияло, и сейчас сильно влияет. То, что раньше, ну, лайфстилеру было как-то все равно на радианце. Многим героям, ну, кор-героям, ну, жжет он тебя, да, больно. Но, в принципе, коры одеты, как правило, достаточно сильно, чтобы это переживать. Но сейчас лайфстилер, получается, немного контрит этот радианц. Потому что в рейдже он не промахивается. А многим героям в начале игры это является, ну, непреодолимой вообще иградой. Потому что... И еще и Savage Roar, по-моему, тоже не действует на БКБ. Да, пробивает невосприимчивость. То есть, контрит еще. Вот эти все нововведения радианца и лон-друида. Лайфстилер контрит. И поэтому именно так хорошо заходит относительно остальных героев. Я бы даже сказал, что не столько лайфстилер стал сильнее против Медведя, сколько все остальные герои стали слабее. Ну, просто его способности особо-то и не менялись, да. То есть, он хорош так и остался. Просто вот, конкретно в данном пике он заходит против Фуджа и Медведя, действительно, очень хорошо. Но мы это видим. Мы это видим. Тем более, что и фарм мы тоже даровали свободно. Вот он Путш, вот он Путш, который стоял на легкой линии, фармил Крипочков, пытался как-то там гангать, но его делать довольно поздно. В результате, видим, свой темп не поднял. В итоге, после Линзы только имеет возможность купить себе 4став, то не сразу. К Натворцу довольно серьезно уже просел, даже меньше уже на Творцу ему Дэнди. Ну, вот такой вот Путш у нас получился в результате. Не тот Путш, который бегает по карте, убивает всех налево-направо. Тот Путш, который сейчас будет просто страдать. Ну, и поистанирует себя, наверное, как герои все-таки уже какой-то 3-4. Ну, и как я понимаю, что если сейчас с Na'Vi выигрывают, то у Ашера оказываются в той же ситуации, что и ММС Бойс. У них тоже будет максимум одно очко, и тоже... Как бы с Na'Vi они еще могут с ничью сыграть, но у Na'Vi уже на одно очко больше, и тоже, наверное, теоретически уже догнать не получится. Соответственно... Да, там HellRaisers, если проигрывают хотя бы одну карту из оставшихся матчей, они вылетают с квалификации, они не имеют возможности пройти в плей-офф. Я думаю, они прекрасно понимают, то есть сейчас прожимают смок, пойдут камбэчить. Goddem возглавляет это движение, откатаны должны быть все способности ультимативные, так и есть. Ну что ж, медвежонка не хватает, а медведь. А, медведь пока сплитит на топе. Просто крепочек фротинцем прожигает. Полезное занятие. Поставил вардет Санэйка, тем временем, под смоками довольно быстро. И там пошли на Рошана. На, ведь все время Хук залетает, вытаскивает 9 раз, сразу же Глобал. Нужно очень быстро его спилить, испиливают очень быстро. Отличный Хук. Ну, а Рошана-то еще не забрали, и Рошан еще живет. Продолжают его пытаться сломать. Стан, Пудж заходит. Заходит невоспримчив, он к магии. Вытягивают, Дэнди, Дэнди успевает разложиться. Пудж танкует неплохо, медведи поднимают воздух, но Родиан все еще сжется. Может быть, хочет все-таки Найк сделать байбэк и помочь своему команде, потому что Даконни сейчас, возможно, и проиграют. Ну и да, падает уже Венжефул Спирит, и сейчас у Дэнди закончится ультимейт, пытается уйти. Нет, не уходит. Ускар, который потерял Аегис, но это плохо. Плохо, Нави. Очень плохо. Ахмо пытается уйти. Есть Саленс. Движонок его просто грызет. Даже не Спирит Бир, а сам Шачло. Ахмо здесь, конечно, встал. Шадо Амулет. Пытался выжить с учет него, но нет, его не отпускают. Да, Савиджором разбудил. В итоге минус 3, Аегис выбили, это, можно сказать, даже минус 4. Отличная драка удается. Подфармили себе довольно-таки неплохо золото. Подфармили себе статов. Учши с Силенсером. Никого вообще не отдали, ничего не потеряли. Ну, странно, то есть, непонятно, почему Найк не сделал байбэк, если они хотели драться. А если они не хотели драться, то надо было просто отступить, а не вступать в бой. И как-то вышло все не очень круто у Na'Vi. Сейчас они в этой таки просто потерялись. Ну, естественно, АШРы сейчас камбэкаются. Много денег было отыграно. Лайфстиллер Блинк себе взял. Тоже, да, популярный артефакт, чтобы быстрее дотягиваться до каких-то героев. С башером это уже вполне себе хорошее. Так, собирает у нас, я так понимаю, линзу Оракул, собирает линзу Бейн. Тоже вот неприятные для Лайфстиллера будут. Он, конечно, купил себе Блинк, но все будут так далеко от него и будут иметь возможность гастовать. То это не очень здорово. Ну да, то есть, у них есть на команду два форстафа, у них есть один госкептор. То есть, все против Найкс они, как раз таки, и собирает. Ну, и линза, в том числе, тоже отчасти работает и против этого Лайфстиллера. Ну и Na'Vi, несмотря ни на что, после того, как их немножечко побили, собираются вместе, даже без Аегиса, идут по миду. Серпент-варды у них, по идее, должны быть. Да, не имеются. Ну и Санейк их будет просто-напросто ставить, чтобы сестить Тер-2. Что ж, Хелл-Рейзерс. Есть уже глобал сайленс, есть все. В принципе, можно дать отпор, но при этом хотят, видимо, просто поиграть через сплит. Товое число не покидает нижнюю линию. Так, Санейк. И Баха сразу же глобал. Пошел, но Найкс сгрызается. И Баха есть, просто Тов, и Баха выживает. Хорошо, Айшарды, но не проложили почему-то свое движение. Да, и не добили Куджо. О, вытаскивают Санейка, сразу же скушивают его, минус Аду Шаман. Тамар в Тамар. А дальше артстайл. Дает станчики, в Шачло вгрызают. Шачло нужна помощь. Финс грипп, Дитяра, снова полом спасают Тускар. Снова Куки, Бахмо. Найкс. Найкс начинает выжирать всех, пытается Раку как-то его дизейблить. Боже, что это за драка, делает пайпэк Шачло. Очень жестко Дэнди расконтролил на Брюмастере, много чего сбил, но в итоге все равно остается Дитяра, он садится в крипа, крипа можно сденать, крипа динает, Найкс уходит на блинке, пытается сделать телепорт. Форстафится пушь, но он не видит, где Лайфстиллер. В итоге Лайфстиллер уходит с телепорта. И получилось у нас минус 3 в размен на байбэк Лондруидов. Все равно Хеллрейзер сподняли больше. И сейчас, если они снесут вышку, то они окажутся в хорошем плюсе. Да, и классно, мне понравилось. Играл, кстати говоря, Найкс, это последний момент, когда уже, казалось бы, 100% остается один, должен погибать. Завязывал инфест, на блинке смогу уйти, плохо с игром, красиво все-таки было. Медведь, интересно, вот он после байбэка купил себе сразу, чтобы, ну, в драке пополезнее быть Владмир. Или он, возможно, конечно, до этого купил, но, по-моему, после он купил. И хороший, действительно, артефакт. Ну что, не готовы сейчас Шер драться, да, правильно, Na'Vi, Defeat Tower. Да, приобрели они себе гем, сейчас идет девардинг. Ну, как-то вот два раза уже ошибаются Na'Vi, два замеса они уже подкрали, Hellraiser скамбетчится, понемногу-понемногу отвоевывая денег и зарабатывая себе, конечно же, какие-то монеты, какие-то артефакты, и, наверное, будет сложнее. Шеры молодцы. Что же, игра у нас получается очень даже интересная, не получилось на калиточной. Здесь интрига, даже в первой карте ребята не могут разобраться, кто из них лучше пока, и кто из них сильнее катает. Очень-очень равная игра, и это круто. Трафики мы видим, да, было преимущество Na'Vi 71000, теперь осталось всего лишь 5, что, в принципе, на 32-й минуте не так уж и много. По XP вообще ноль. Na'Vi вновь собираются вместе. Да, они все еще достаточно сильны кулаком. Ну вот им повезло то, что не напали первые, ну не то, что повезло, это их заслуга. Если бы первыми напали Ашер с Глобалом был потяжелее, летит на телепорте Лон Друид, пошла Венгард, тут же Глобал, Шаман запрыгивает, стилер запрыгивает, его могут убить! Боже, под Глобал залетел сам на блинке, ну как же так, минус 2 делают, ставится Сентрик, еще и Ахмобу тут тоже вылавливает, никто его никуда, конечно, не отпустит, минус 3. Ну а Шеры просто эту стратегию исполняют легко, они бьют хук и сразу же Глобал, все, противник ничего не может сделать. Вот, почувствуйте разницу прошлой дракой, где напали первые Na'Vi, и еще Ашер неплохо смогли отыграть, за счет обилия фрустафов и, ну, многих способностей, они смогли остановить. И сейчас они выбивают гем, забирают трех героев в размен на тавер, и теперь уж точно должны забирать вышку. Киперстон на Медведя. Только сейчас Лоту Сорпу с Санейкой. Я почему-то подумал, что это Санейка так залетел бодро вперед, но это был лайфстилер, и он был без рейджа. На самом деле, лайфстилеру думать особо не нужно, потому что это не БКБ, которое можно включить после Глобала и сбить себя. Если ты не включаешь до Глобала рейдж, в Глобале ты его тоже не включаешь, это способность. Ну, как бы, такое, немножко капитанство от меня, но тем не менее. Так это правильно, правильно. Так это нужно и подвести Na'Vi, что, ребят, против Глобала что тут нужно делать? Если вы не купите артефакты, которые позволяют скидывать в себя Глобал Саленс, вы проиграете. Две вышки, а не те. Разум. Пока вот только Ахмой имеет возможность себя сбросить Глобал, да? У него там есть кардин, грифс. То есть, ну, БКБ на Лайфстиллер уже 100% надо. Без него вообще... Теулы, возможно, должны покупать себе суппорты. В частности, обычно там это делают какие-то шаманы и прочее. Смотри на Афоню. У него уже Гост есть. У Гост есть уже у Бейна. И я так понимаю, что сейчас Соракул может себе тоже купить Гост. Нет, он покупает... Ну, видимо, какой-то Лотос будет. Посмотри, то есть у них 3 линзы, 3 форстафа, 2 госкиптора. И все это... Лайфстиллер страдает. Он просто не может ни до кого тянуться. Он врывается кого-то, дает опен ванцы, и от него убегают. В разные стороны просто разбредается противник. И тем более Бейн, который стоит просто на максимальной дистанции. Посмотрите, у него и так рейндж, мы знаем, большой на финсгрипах и прочем. С линзой рейндж увеличивается. И он стоит прям очень-очень-очень далеко, и Найкса держит. Ка там раздуплит Туска, скинет в себя Глобал, долетит на Сноуболе до Бейна, у Найкса просто съедят. И так оно происходит в драках пока. 21-20, 3 четвертая минута игры, и Халл Рейзер сдают бой. У него статов-то нет, у него не суперармора, он не собрал Кирасу, у него не какой-то огромного ХП. В принципе, у Найкса-то у него не такой большой прирост, у него 2.4 всего-навсего, по-моему, у Кулакверка даже 2.6. У Винги 2.6. То есть здесь ничего такого, он силен только пока он дерется. Он довольно хлипкий. Видно, что у него полторы тысячи ХП без активированного армета. Ну да, даже, ну, две тысячи, две тысячи, вон там у Пуджа уже 2.100, вообще без артефактов. И он сейчас купил себе Блинк, ну, без артефакта на ХП, он купил себе Блинк Форстав, он супермобильный. А что у нас в Медведе? Кираса там скоро будет у него? Да, скоро. Там вообще пока смок пошли. Там смоки. Опасный смок, если первые нападут. Ахмо палится на миде, могут сейчас его подцепить. Здесь уже Оракул, здесь Пудж. Ахмо залетает, просто сам на Плинке, сразу же Глобал. Влетает с Анейкой, ничего не может делать, помочь не может. Ахмо, конечно, Гривсы дал и попытался спастись, но нет, как вылетают. Но теперь против Глобала, можно драться, Дэнди залетает. Есть Прома Сплит, залетает у нас также Итиара. Но вот отдал, опять же, дал Орпан Банк, сразу с Порстава под него отъехали и бах. Получает подхилд, год демо, получает Фолспромайз. Есть свап на год демо. Пытает как-то диспелить Андершока. Вот как же они кайтят, просто кайтят, отлично. В итоге Пудж вытягивает Артстайл, но сам этому, по-моему, не рад. Афоня поднимает воздух, Пудж уходит. Нужно спасти сейчас Афоню. Афоню окружают с трех сторон. Госкипетр, есть Форстав. Нужно успеть на Форсе поехать. Не дотягивается Хуком. Да, и сейчас еще и Пуджу бы здесь не встрять. Ушел на блинке. Ну вот, неплохо. За Глобал они потеряют только на Тускара. Тускар, на самом деле, выиграл для своей команды очень много времени. Пока юзал там Гривсы, пока юзал Глимер Кейп. Он уходил в сторону своей базы и жил. А Глобал закончился, и ребята сразу же расставали свои способности и стали сильнее. При этом Ашеры, на самом деле, за эту драку, если посмотреть по графикам, они потеряли очень мало. Как-то потери вот этого Сайленсера и Байна, учитывая, что зацали Тусика, вообще не особо сказалось. При этом Медведь, он сразу убежал из драки и фармил все это время. Опять же, Шачло тут у нас показывает какой-то чудесный фарм. Скоро Кераса будет? Ну-ка, давайте посмотрим по его статам вообще. У Шачло ГПМ, ну, 550. На самом деле, уже много, прям, скажем. У Ловых ДД находит лайфстилер. Раньше, конечно, когда с Рейджом работали руны, было приятно, но и сейчас, да, с демеджем снесет. Здорово играет Дэнди. Он на Брюмастере на своем постоянно сбивает Финсгрип. Постоянно. Бейну нужно задуматься о каком-то Блэк Кинг Варе. Ну, сейчас на ее практически на халяву. Забирают Рошана за счет и лайфстилер СДД. Забирают он Аегис. Им можно будет неплохо п***ть. Ну, ломиться на базу вот к таким ребятам, с таким количеством форстафов, они просто могут зафорстафиться под Тир 4 и их не достать. При этом ломать базу нужно очень быстро. Прямо моментально ставить эти змейки и все сносить. Еще и медведь сплитит. Ну, это да. Бесконечный процесс и правильно все делать шачло, привлекая к себе внимание оппонента. В то время у Найкса появляется Абисал Бейд. Вот таким вот образом решил держать противника на месте. Ну, опять же, конечно, форстафы от тиммейтов, они никуда не деваются, прежним будут работать. Ну, сам Найкс хотя бы будет уверен в том, что хоть какую-то цель он сможет немножко побить. И от него так сразу не уйдут. Можно при этом сбивать еще какие-то там ченнелинг спайлы тоже плохо. Пошли на топ, пошли на топ. Медведь это все увидел, увидел лайфстилера, понимает, что лайфстилер на топе сразу же идет на другую линию. С Ордианцем прожигает. Да, вот то, что Аганим, конечно, медведь пили, это круто, но все еще остается бесполезной темой, потому что с Ордианцем он все равно бежит и линию пушит. Ему даже бить не обязательно. Есть. Саленсер там потихонечку выходит, как понимаю, в Хекс. В принципе, тоже неплохо. В отсутствии БКБ у Найкса, в момент окончания рейджа, например, или то, можно юзать Хекс, можно, кстати говоря, и перед Мбремастером так же кейтить. Мало того, что по-прежнему Глобал Саленс работает против Дензи, так еще и Хекс будет работать. А Дензи вышел вообще в Аганим, то есть он усилил свой ультимейт. Ну, по факту, к большому счету сейчас... А что сейчас, на самом деле, вот этот Аганим, он нормальный на этом Мбремастере? Потому что я помню, что в позапрошлом патче все рано или поздно пришли к мнению, что Аганим помойка. Да, и перестали его собирать. Был такой момент, когда его собирали очень часто. Перестали вообще. Но, не знаю, то есть когда у Дензи уже изначально были проблемы с тем, чтобы свой ультимейт разок скосать, и он пытается усилить свой ультимейт путем покупки Аганима, ну, выглядит немножечко странно. Конечно, Дензи там профессиональный игрок на этом Мбремастере, и прекрасно, как его героя знает, может быть, чувствует силу в этом ультимейте. Не знаю, все это нужно смотреть на нестанцию. Длительность не увеличивается, ничего не увеличивается, только Спириты получают возможность покидаться там разными пылами, что, по-моему, не совсем актуально. Учитывая, что ему главное заявулить Байна, это цель номер один. Цель номер два для него это ну, просто бегать, кидать дейблы и там биться этой огненной пандой. Ой, что это за глобал саленсер? Кто это было? Афонин? Мисклик, похоже. Кликнул, ой, мискликнул Афонин. Как же это плохо-то. А на две минуты без глобал саленс оставил свою команду в то время, когда Нави уже заходит на нижнюю линию. Ну, все, надо сейчас уже дефиться, либо... Да, и причем с байбэками придется отбиваться, судя по всему. Афонин, Афонин, ну как так? И очень тяжело сейчас будет. Залетает просто дитя Рай и пытается съесть и баха. Сразу же получает постпромайс от своего тиммейта. Афонин, Сва, будет убивать моментально саленсера. Это все надо. Ну, это провал. Это просто провал. Медведь, конечно, пытается сплить и шачло, конечно, очень быстро сносит мид-линию. И, слушай, уходят, Нави, ты посмотри, они реально испугались. Нет, не дают венген. Да ладно, Артстайл, успели тп. Что происходит? Артстайл падает, попадает в гемах. Мод залетел, там куча лутусорбов. Пришел Дэнди вместе с дитя Ра. Вот таким вот образом они будут шачло вмешать. Да, ну и с нижней линией там будут разбираться Ахмо. Да, но не успели, на самом деле, и Нави снести. Несмотря на то, что не добил. Барак мог добить. Барак просто испугался. Просто испугался и запаниковал Медведь сейчас. Он спокойно сносил этот барак. Его бы там не успели убить. Savage Roar какой-нибудь кастанул бы. В общем, потеряли только рейнджовый барак, что, в принципе, совсем немного. И в размен, как мы видим, Ашер даже еще и выиграли. А, ну это нет. Это вот этот последний два фрага. Но, в принципе, я думаю, что потеряли немного. Они отдали двух упоров, забрали саппорта Хардлейнера. Вообще такое, все-таки, как ни крути, на линии нижняя будет крайне опушиться. Это неприятно для Ашер. А мид-линия, она по-прежнему стоит, что называется, два барака целых. И Нави уже будет просто, нам просто проще чисто в моральном плане заходить по мид-лейну или по топ-лейну теперь, зная, что они суши опушатся сам по себе. Ну, не знаю, у Ашер как-то, не знаю, то ли они побоялись, все как-то суммарно оказываться будет на этой карте. И нельзя так ошибаться, ни в коем случае. Очень-очень-очень игра такая на тоненького получается. То есть, каждая драка многое решает. Ну, фейлить, конечно, ни в коем случае нельзя. Но фейлит. Но фейлит, но так бывает. Все-таки нервы. Хекс Сайленсер, у него уже 24 интеллекта, это довольно-таки много. У Пуджа, как мы видим, уже 38 силы. Это тоже неплохо. Но, по-моему, потенциал все лучше и лучше. Сейчас разок Нави поймают на ошибки сперника, они снесут базу. Если HR поймают, они снесут базу. Причем всю. Тут падает моментально обе базы. Очень интересно. Я люблю такие игры, где вот прямо супер напряжение. Это единственный вариант HR, чтобы вот так сразу поймать противные ошибки и поломать им базу, им нужно драться не на своей базе. Потому что если они будут драться на своей базе, то они не берутся. Просто долго бежать. Может быть и так. Артстанк, если говоря, пошел потихонечку в Аганим. Более того, Аганим сейчас у него уже появится. Ну вот это неплохо. Винга будет юзабельна теперь и в момент смерти. Это тоже будет решать очень серьезно. Ну что, есть Хекс на Сайленсере? Сайленсер сам по себе. На самом деле интеллекта много. Ему бы, конечно, и демэдж такой вот выписывать именно в месте, стоять и бить с руки. Но при этом все-таки мы чувствуем, что такой ватненький. Ой, как ни крути. Нет, это работает только если они переживают первые там 10 секунд, смогли отойти на дистанцию и начинают стрелять. Тогда да, тогда уже Лайфстиллер страдает, все страдают. Лайфстиллер Линкен себе фармит. Потому что, может быть, БКБ какой-то, но стоит прикупить. Все-таки героев для эскейпа много, уже достаточно для того, чтобы просто стоять, не чувствовать хексы, не чувствовать станы, бить противника. Ну, может быть, может быть. Тут, конечно, все равно драться он не сможет, но вот именно, чтобы от парочки дизейблов защититься, может быть, и стоит. Лайфстиллер садится, тусик, тусик покупает Блинк. Блинк, правда, у него нет в институте Блинка сейчас, но попытается в Глимеркейп спрятаться и пойти вот так соинициировать. Вот медведь. Шачло, Шачло. Да ладно, Айшард, какие же Айшард четкие получились, свапают, Шачло все куду будут разбирать. И чем вы ему не поможете, езжается Глобал, за Глобал забирается Дэнди, Ком также цепляют Санэйка, приходит сюда дитя Ра, Линка, писал, да ладно, в Лотус обисал, дал дитя Ра, что за фейл? Финсгрип, дитя Ра просто падает, ну как же так, дитя Ра? Просто красавчик, боже мой, кто это был, Гудэм. Просто красавчик, заслипали еще Артстайл, Санэйка сидит, Андершок больно пробивает, на самом-то деле, Андершок, нужно ему отхиливаться, отхиливается от Винги, Винга, появляется иллюзия. Капуджа не отпускает Ахмо, момент ТП сбивает, отличный баш. Играл, не отпускает Ускара тоже, 1 в 4 размен, в результате еще и Санэйка можно подцепить, Санэйка там пытается на Блингах просто так как спасти, за ним до конца идет Афонин, но должен спасаться. Там иллюзия, иллюзия Винги. Повесили на нее дизарм и захиливается, захиливается Гудэм. Плохо, это было очень близко, но шикарная игра от Гудэма. Его Lotus Orb зарешал здесь все. Несмотря на то, что продали медведя самым первым, успели сгрызть Брюмастера, потом еще одного и вышли вперед очень сильно после этой драки. Относительно того, что было, сейчас отыграют опять все. Опять же нафармили силы, уже там 45, было 38, уже 30 интеллекта. Плохо, да. Развиваются эти персонажи, которые получают противника что-то, силу или интеллект, и Пуш выходит. Чем же сбили Линкен? Я так смотрел, там и вроде как может быть Хиггсоп, конечно, но по-моему все вообще ценное они оставили. Возможно, кто-то увидел этот Линкен и сбил какой-то бесполезной хренью. Ну, потому что главное Финс Грипп смог залететь. Пуш покупает Аганим. Все, теперь кулдаун 4 секунды и 450 чистого урона. Ну, все-таки какой-то такой ватненький пилд получается Ластейлера, почему-то мне не особо нравится. Ну, вроде бы артефакты сильные, в том плане, что можно на пайс его убивать быстро. Так вот, да, о том же. То есть, вот каких-то таких стандартных артефактов именно для кора милишного типа осалтки раз мы здесь не видим. Видим тут и золь, который дает демэдж, но не дает силы. Блинк, то же самое. Линка, ну вот, как-то, как-то вот выглядит этот Майкс не очень прям надежно, я бы даже сказал. И тембилд его какой-то опасный. И мы видим, то есть в результате когда его там не фокусят, он делает все, что хочет, убивает противника. Но если вдруг ему сбили Линку и дают финс грипп, ДТРА падает просто в секунду. Есть возможности выжить. Такой нестабильный Найкс получается с таким Айт и билдом. Ну, сейвить надо, но купили Сорбов. Ой, ой. Айшардс. Слушай, свап пошел. Тут же тоже форстаф от Ибаха. Сноуболом залетает. Арттайл очень быстро пытается слить. Есть! Глобал, что делать дальше? Разворачивается Найкс. Глазут Ахмо. Ахмо там просто уничтожили. Можно давить дальше. Санейка получает брейнсап. Санейка пытается уйти. Андершок сбивает линку ДТРА. Там Праймал Сплит, конечно. Мастер терется один. Санейка залетает. Дает варды. Пошел также фой ДТРА. Дал Абисал. Но Андершок получает госкептер. Бав от Глодема. Будет жить. В Афонин теперь облицается. У Афонина все в флдаун. Все в флдаун. Есть форстаф. Афонин нужно жить. Афонин форстаф. Грипа уже нету. Просто кидает. Нужно кидать дизарм какой-то, наверное. Дитара будут убивать. Дэнди пытается спасти. Но он под Саленсом сам был. В Дэнди садится Дитара. А кто Дэнди отпустит? Кто его отпустит? Опять же трое его кайтят. Дэнди. Ой, Дэнди живи. Да ладно, на блинке ушел. Да ладно, он выжил. И Найкса спас в итоге. Что это за игра? Что это за место? Как же потрясающе отыгрывает Тоби Кабан. Так не тупается. Ну, плохо. Плохо. Нави на самом деле сейчас вошли в эту драку. Они так сильно растянулись. И там еще до того, как драка началась, стерли практически сразу Вингу. И практически сразу убили, по-моему, Тускара. Да. Тускара загрызли. Учитывая, что у Пуджа кулдаун 8 секунд, он хуками там сразу 900 чистого урона. Дэнди на развороте. Нельзя. 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 Но Андершок отказался совершенно один. Его здесь никто не сейвил. Ну да, и Коскептор у него в откате был. Шанс на спасение. Тут же байбекается Андершок. Есть Рошан. Бежит обратно. Здесь же Тусик. Дает грейвзы. Очень неприятный Дракул, который продолжает своими ультимейтами всех сейвить. Он выводит из станов, из дизейблов. На самом деле, то, что вот он спасает из-под любого дизейбла, просто выводит из него героя. Ну это честный герой. Очень честный герой. Очень сбалансированный персонаж, которого все сейчас так любили. Отдали. Отдали Рошана. Не стали драться. Не стали байбекаться. Зачем-то Андершок байбекнулся. У него теперь нет байбека. И итоге Аегис забирает себе дитя Аравыки, но при этом арметов мородит. Ну вообще круто. Армлет выбросил. Замечательно. И чего теперь это за герой такой? Без армлета у него вообще... У него один Эбисал и Дезолятор на демэдж. Блин, Клинкаев и Зи. Довольно-таки слабый лайфстилер. Ему надо просто в секунду стирать. Если он этого не делает, то там сразу же идет куча подсейвов. Не, на п***е жизни. Две жизни плюс армлет к нему в замесе как-нибудь приложен. Смотри, Пуч у нас в засаде. Санейка думает, что он схватил медведя, а на самом деле его схватили за его бубенцы и утянули и еще один хук. Какой же... Что за кулдаун хука? Чудесный кулдаун, да. Жесть какая-то. Медведь. Фокусит его. Но Пуч уже здесь. Пуч готов. Пуч тянет. Шачло вытягивает. Нужно не давать ТП. Все депауты. Все депауты прожимают. Глобал. Боже, они уходят. Они уходят. Как они опять отыграли этот момент. Эта игра это просто сплошные хайлайты. Просто с каждой драки можно эти хайлайты нарезать. Ну, здесь очень многое сделало Бах. У него уже 53 силы набрано. 3300 хп. Учитывая, что никаких артефактов на хп все еще нету. Ну, разве что Аганим нет. Аганим ему немножко дает. Ну и Селенсор, у которого также 36 нты. Хекс ему бы рефрешер на самом деле формануть для двух Глобалов и двух Хексов. Наверное, это лучший артефакт здесь будет. Два Госкипетра, два Форстафа. Да, рефрешер, пожалуй, является лучшим форером. Надо бы денег только нафармить. Но вот есть 3-800 у нас у Селенсора. Продолжает убить пока нейтральных крипов. Тут... Вообще Нави уже так подпушили медлини, но понятное дело, что Персонейк они никуда не полезут. Это чревато потерей всех других персонажей. Андершок, Госкипетра, сразу же юзает тапаут. Довольно опасно. Опять же сплитил. Ну, самое главное, сплит удался. Ну что ж, 31-28, 50 минут, 50-ая минута подходит к концу. Графики просто показывают ноль. Нет ни у кого преимущества. Каждая драка проходит сперва по сценарию одной команды, по сценарием другой команды. Не совсем. Я бы сказал, что здесь адекватные эти графики. Они не учитывают 36 интеллекта и кучу силы. Там Сайленсер наносит 200 урона чистым. У него фактически сейчас 450 дэмджа, 200 из которых чистые. И если он бьет не в БКБ, то это никак не зарезистить. Ну и с другой стороны видели мы замес, где Сайленсер погибал первым, единственным. Рейзер, соответственно, не факт, что он вообще в замесе бить. Сколько мы видели драк, когда Хелл Рейзер старается просто набкайтить Найкс и от него убегать, а не пытаться его пробивать. Такое тоже было неоднократно видно. Поэтому тут все очень условно. Тут будет зависеть от того, как стартанут Наиви замес, как стартанут Рейзер, как все это будет Ну да, тут действительно можно слить драку очень быстро. Плюс ко всему все еще есть Аегис, не будем забывать. Что по байбекам? Ситуация по байбекам. У Медведя есть байбек? Вина пошла. Пошел на Артстайла. Есть Дисмембер. Сразу пытается съесть. Залетает Найкс. Все, вы бак. Глобал, 9 секунд. Нету глобала. Есть, пошел Праймал Сплит. Ходит пока и бак. Его там хорошо поцейвил Годдэм. Сразу же на блинк уходит и спасается всех ларейзеров. Ей сейчас будет Глобал. Сейчас можно второй волной атаки наступать на противника. Нужно уходить на Ави. На Ави отбегают. Он просто сгрызает змейки, понимая, что ставит иллюзию, блочит ей. Дэнди. Ах, земляную панду почти вытянул. Если бы сейчас вытянул земляную панду, это был бы не Дэнди. Ну, что? Вингу за милишный барак. Учитывая, что был Аегис, учитывая, что не было глобала, 10 секунд не стало. И очень неплохо отбились еще, Ашер. Опять же, дорогие друзья, обратите внимание, вот врывается команда, да, у нее есть фокус. У нее есть фокус под хексами, под Абисал Блейдами. Считается, что герой, по идее, вообще не должен никуда уходить. И этот сломанный герой Оракл. Из-под всего просто вытаскивает уже героя, который должен был быть в таверне, минуту как. Кстати говоря, Башер появляется у Мишки и Муншард уже съел лайфстилер. Ну, Башер это очень хороший артефакт. Здесь каждый дизейбл решает. А вот то, что Муншард появился, это давно порад, потому что скорости атаки все равно не хватает. Ну, скорость атаки неплохая, но не для такой стадии. Здесь уже нужно бить гораздо быстрее. Так, смотри, как прятались. Нави, ну и вот сейчас только выходит. Ну, тут должны были понять Нави, потому что нижнюю линию никто не отбивает. И, понятное дело, что Хеллрейдерс пошли искать. Теперь ответ на, возможно, Нави тоже пойдут кого-то выискивать. Глобал, глобал, глобал у нас не юзался в той драке, поэтому готовый Хеллрейзер, если что, принимать бой. Афони, красавчик, он до конца продержал. В итоге, Этериал берет все-таки, для того, чтобы... Ой-ой-ой. Паржик, как заходит, свапывает медведя. Тут же пошел глобал, в никуда. Тут же врывается и Бах, и Баха фокусит, и Баха заслипал. Бейн очень вовремя. В итоге, и Бах живет. Боже, опять он пытается уйти. Как он будет жить? Изэрилбейт у него кидается, чтобы жил. Чтобы жил. Глоскептор Андершока. Бах живет. Подкинул Годдэм. Кто будет спасать Андершока теперь? Хуки залетает. Не самым удачным образом. Андершок дает слип. И залетает. Найкс! И Шарц перекрывает ему путь. Андершок в итоге выживает, но сноуболом карать его будет Ахмой. Это минус. Минус Андершок. Стан залетает в Шачло. И Шачло здесь тоже не отпустит. Медведь делает вообще никаким образом. Здесь оказалось непонятно. Закончился только сейчас Аегис. Тут же выкупается Медведь. Нужно сразу же вызывать Сумона, потому что кулдауны идут. Ну, плохая позиционка была. Я вообще не понял. Вроде как сами даже начинали при этом Ашер. И я... Сами нависы свапа там. Ну да. Ну как-то Ашер тоже вошли туда. Там путь был уже на передовой. Совсем непонятно, значит, что они хотели. Заходят, ставят Змейки. Должны ставить. А, Змейки в драки были поставлены. Нет, ну Бизмейк здесь тяжко будет ломать. Кук. Оооо, как Артстайл-то сыграл. Свапнулся с Медведем, и в итоге Медведя и вытащили. Артстайл. Голи? Дитяра. Дитяра. Вытаскивают Санейка. Ой, как больно Дитяра. Он садится в итоге в Сноубол. Высажают. Дитяра начинает отхиливаться. Эбисал в Апоне. Апоне просто ставит. Апоне. Этериал. Апоне живет. Боже ты мой. Здрасте. Медведь. Слушай, а он там в крипочке сидит, это самый Найкс. Сейчас крипочки будут съедать его крипа, в котором он сидит. И уводит. Уводит крипа, хорошо пытается спастись. Сразу же на блинке сматывается. Вся разница уходит. Кук там тоже улетает мимо. И на этом драка заканчивается. Ну, или с Хелл Рейзерс. Двух суппортов отдали в размен на одного. И ничего не сломали. Тир-3. Тир-3 упал. Осталось два гола Барака по миду. Полная сторона на топе. И снизу потеряно все у Хелл Рейзерс. Но вот понемногу, понемногу на Ави так поджирают базу у оппонента при каждом заходе. Тяжеловато Хелл Рейзерс, конечно, отбивается. Но еще держится. Еще держится. Еще все может быть. Да, у Медведя сейчас нет байбека. Он немножко потерял. Но с другой стороны, у него, конечно, с Нетворсом никаких проблем нету. По-прежнему растут статы перманентные у Пуджа и Сайленсера. Но пока что нету критической какой-то отметки, через которую они бы перешли. И тяжеловато. Пуджа 23 силы. Видимо, чего. Как же нужен рефрешер Сайленсер? Ты представляешь эту машину с Этериалом, Хиксом, Форстафом и двумя глобалами? Я просто представляю, в каком сейчас состоянии находятся дитяра. Как вот ему играть в такую игру на Найксе. Ты просто невозможна. Ты никого убить не можешь. Ты бегаешь за всеми, от тебя инфонарируют, кайтят, разботят. Этериалы врубают госкептеры и прочую гадость. С ума сходят, наверное, в драках сейчас. Найти хоть какую-то бы цель, которая от него не ушла и загрызть. Я же, говорит, Найкс. Трудно. Да, вот хорошая статистика по блинка, что всего лишь 53 игры из 2653. Обычно покупали в глубоком рейте. Ахмо, Ахмо пошел за руну, его там ждал уже и баг. На хук посадил, дали сноубол. По-моему, это дайбол от Ахмо. Пытался уйти на блинке, но нет, кинсгриппа поймали. Сразу же глобал. На всякий случай убили Амкара, но, понятное дело, в отсутствии глобал. Вот сейчас уже вот такие спылы, чем хороши в лейте с огромным кулдауном, типа глобала, тем, что герои так долго сидят в таверне, что на убийство любого можно тратить. Потому что откатывать, сколько он будет? 113 секунд, а Ахмо будет сидеть на 60 секунд. Кулдаун такой получается, ну, когда действительно нави что-то могут сделать, всего 50 секунд. А чем дальше, тем больше и больше и больше в таверне будут сидеть гиганты. Тоже верно. Минутка есть вроде бы, но опять же на F4 вряд ли будут куда-то лезть. Такая ситуация, что один теряный неудачно какой-то глобал, или, например, за убийство этого глобала, там, точнее, за глобал бы убили одного суппорта, который сделал байбэк, и вы будете без глобал, тоже можете серьезно зарешать. На этом тоже очень многие команды выигрывают, за счет оттуда каких-то ультимативных способностей с большим кулдауном, типа блэкхоллов, типа этих глобалов и так далее. Посмотрим, как нави это будет использовать, и будут ли использовать вообще. Не нужен сайленсер и рефрешер, конечно, очень сильно. Два глобала здесь точку поставили, я думаю. Скорее всего, это будет действительно тот артефакт, с которым ничего не сделать. Потому что, чтобы законтрить глобал, тебе достаточно лута сорбов, там, парочку, но чтобы законтрить глобал с рефрешером, тебе на каждом персонаже нужен либо рефрешер, либо еще один какой-то артефакт. И, естественно, никто тебе таких возможностей не даст столько зафармить. Да, там будет единственный вариант только попытаться эти два глобала пережить. А что фармить с поинт-бустера товарища Оракул? Какой-то, видимо, октарин. Что с октарином, у него получится кулдаун нюка невероятно маленький. Фоллс Промис на минус 25%. Ну, Фоллс Промис, да, но на самом деле вот именно его третий нюк, 2.25, который очень сильно дамажит, он станет с еще меньшим. Можно будет успевать кинуть три и только потом диспелить. То есть ты наносишь фактически тысячу с лишним урона и еще потом диспелишь это все. Ну да, тысячу урона ты наносишь, если даже не учитывать резисты. За какие-то страшные там 6 секунд. Время, Нави, под смоками. Пошли, в Дэнди сидит Найкс, они заходят на Рошана, сыра Еги здесь. И Хук просто... О, опять-таки, бедняжка, как же он страдает. Сам Нейка никак не может ему помочь. И съедают. И дальше Хук пошел, Сам Нейка тоже по одному. Нави, ну зачем вы стоите и ждете этих хуков? Боже, еще один Хук, но мимо. Ортстайл просто съедает медведь. Смап, Дэнди, Дэнди. Как подставил Артстайл, Дэнди Артстайл. И сам еще погиб. Ну что это за игра, Нави? Капитан просто не выщадил. Боже мой, это Артстайл. Ну, на самом деле, тут, да, уже было все понятно. После того, как Санейка дотянулся Лотусорбом в последний момент. И в тот момент, когда он дотянулся Лотусорбом, тут же погиб Тускар. И вытянули Санейка. Ты скажи, без Лотуса, шансов никаких, все, это, это, конечно, такая жесть была. Это вот свап был за счет. Свап был, это ужас просто. Дэнди, наверное, в шоке сидит сейчас. Он был премастером, который был боеспособным товарищем, а сейчас пришлось умереть и сделать байбэк. Да, и сейчас Сыра Егис появляется в Хелл Рейзер, с двоих еще в таверне сидят, придется им байбэк. И Глобал есть. И Глобал еще есть. Глобал есть, можно драться, и они, в принципе, провела летят разве что там с Айленсеру. Ладно, признаю, что пуш с Хуком в 4 секунды, это тоже сломанный герой. Это не должно работать. Ну, как сказать, то есть здесь, на самом деле, просто у Нави как-то все слишком печально. Все-таки... Что это за кнопку? Она там медведя, видимо, догоняли, он побоялся. Шарик, лос, просто таким образом долежили. Движонка бы тоже сейчас увезти, потому что у него сейчас накинутся. Ну, сейчас-то уже на Ашеров никто не попрет, они выигрывают 10 тысяч, и у них есть Айегис и Сыр, поэтому вряд ли кто-то там будет пытаться что-то сделать. Сыр Пуджо отдали, да, Пуджо уже 70 силы на секундочку, 4000 хп. Эбисол появляется у Мишки, у Сайленсера 46 интей. Ну да, тут у Нави слишком сильные вот эти статы набрали. Если они сейчас... Ой, Ашеры, конечно. Если сейчас не ошибутся как-то сильно, то у них тут все в кармане. Дитя Рай еще Кристаллис себе приобрел вместо Армлету. Армлет он вообще продал. Ну да, нужен демедж какой-то. Вообще, по-моему, Армлет дает даже больше, чем Кристаллис. Но почему-то Кристаллис. Да, для силовиков дает действительно очень много. Ну, Дейдаус, конечно, там, да, криты какие-то неплохо, но вот на данном этапе идти с Кристаллисом вместе с Армлетом, я не знаю. Опасно, опасный билд. Смог прожимает, Нави опять же пытается кого-то поймать. Могут сейчас чуть ли не выиграть. Но на самом деле у всех есть байбеки, так что тяжеловатые. Плюс Аегис. В то время как у Нави у самих байбеков нет. Если они драку даже на чужой базе проиграют, это ГГ. Да, за пять минут, конечно, там много чего может произойти. Но вот стоят, стоят и ждут у топного момента, чтобы порваться. Час ровно идет. Игра, конечно, просто какая-то феноменальная. Первая карта первого матча. Там уже ребята вторую закончили пики откатать Spirit и Империя. Не знаю, какой там счет, но надо сейчас быстрее чекать, пока есть такая возможность. И в рефрешер потихонечку выходит Афонин. Есть первый Персик, купил себе Ring of Health. Оставляет, конечно же, деньги себе на пайбек. Понятное дело, без пайбеков никто здесь не будет лазить. Но не получилось ничего у Нави, разбегаются они далеко, до своей базы будут бегать. Ну и, естественно, отпушивают линии сразу же Hellraiser. Ждут, ждут, безусловно, отката Глобала. И знают, что у них еще есть очень большой запас времени. До Кирио-Егиса, до того, как катится пайбеки у Татус-Винцеров. Вообще, приятные новости для HR-ов. Там еще и команда Spirit обыгрывает с Империю. Санейкап на Андершока залетает, есть Хекс. Андершок оказался слишком далеко от своей команды. Андершок здесь делал, родной. Станц, но полно без шансов на ИСП, конечно. Пошел вард поставил. Ну да, да. Ну на самом деле, 70 секунд не будет, но есть байбек. В любом случае, HR сейчас спокойно. О, наконец-то, рефрешер прибудет. Наверное, вместо Рода Фотоса возьмет. Или уже после того, как Аегис закончится. Возможно, будет с собой рядом носить. И когда Глобал Адин тратит, поменяется. Нет, нет, вместо Аегиса. Я думаю, что пока сейчас выйдет... Ну смотри, минуту, пока выйдет Андершок. Останется минута. И там уже вариантов особо куда-то ломиться нет. Лучше напасть с рефрешером, чем с Аегисом в данной ситуации даже. Понятно, да. Но пока Аегис не выкинут никуда из Венитаря. Нужно дождаться, он закончится. Либо его должны сойти. Вариантов пока не особо много. Ну и очень много вардов покупается в Эвенче Фулл Спирит. Сразу надо бы какой-то, наверное, гем. Но гемов очень много потеряно. Еще и другой команды, кстати говоря. Есть один гем в запасе, видно, ребята из Ашерсти. На базе, один на год демо в Денитаре. А вега демо нет. Ну и бегают. С Кришником они раздевардили эту точку. Еще один хороший вард стоит у них прямо на хайграунде. Посмотрите, сколько они времени потратили. Просто из-за того, что они нашли этот Вендершок. Пока они его убивали, пока они разварживали. Дэнди, он психанул гем, купил себе. Пора-пора, конечно. А то на вардах долго не выиграешь. Пробегаешь, скажем так. Ну и боятся, боятся опять-таки обе команды. Смотрим мы по кулдаунам мультимативных способностей. Здесь у всех откаты. Все окей. Ну и в лесах уже их. Стреляли Ашер. Ох, капитан Иван, я уже вижу эти бесконечные... Уже люди сделали, я уверен. Где-то в Твиттере какая-то гифка подставляют Дэнди. Да, кстати, присылайте нам с хэштегом свап или с нашими там твиттерами. А лучше и с тем, и с другим. Вот, чтобы мы увидели. Можете мемасы. Там вот НС предлагал мемасы по поводу того, что Жотом киданул и не приехал. Можете по поводу божественного свапа. Причем, кстати, возможно, даже Дэнди сам там говорил, что типа давай-давай, я сейчас на блинке уйду, но что-то не пошло. Но какая разница, как это было? Важно, как это смотрелось и как это было жестко. Да, ты как видно со стороны, да. А со стороны выглядело очень эпично. Со стороны это был, да, трошачок. 600 монет не хватает Афони до байбэка. Я думаю, что он дофармит эти 600 монет сначала. Тем более, что это довольно-таки быстро можно делать. Оставляйте его нижнюю линию, конечно. Все окей. Ну что ж, Аегис пропал. Благополучно. Ну, огромное количество различных артефактов. Тяр, пошел ты в свой Таедалус, мы видим. Очень интересное решение, конечно, в этом ситуации. По-моему, Медвед хочет Аганим себе взять. Ну, просто чтобы... Возможно, это, конечно, не Аганим, а какой-нибудь на статы. Но просто чтобы этот Мишка, если он добежит до бараков, он реально их мог сгрызти. Кстати говоря, может быть, где-то там в пылу какой-нибудь затяжной драки это сработает. Ну да. Интересно, интересно. Хотя, я бы, честно говоря, если бы он сейчас собрал себе просто тупо с Кади или там Актарин. Тарин, кстати говоря, чтобы быстрее вызывать Медведя или все, что угодно. Я бы сказал, что это даже лучше, чем этот Аганим. Это был бы такой треш, чтобы купить Актари на Медведя. Ну, смотри. Медведь вместо 120 секунд вызывается... Ну, вот эти вот... Чисто вот срезать Баттл Край и Медведя. Ну, просто я считаю, что даже несмотря на то, что это так себе бонус, Аганим еще хуже. Это ужасный бонус, который вообще ничего не дает. Но Медведя ты будешь призывать не 120, а 90 секунд. Окей, что меняется. Что, что принципиально? Хотя, если использовать этот Аганим, если подумать, не для того, чтобы сплитить где-то на дальних дистанциях, а просто, чтобы в драке особо не париться и не контролить там, не б***я рядом с Мишкой, то получается не такая плохая идея. Ну, посмотрим. В любом случае, ему еще целых 10 монет до того, чтобы купить этот Аганим. Нет, вариант того, что Медведь будет просто сплитить сейчас, вне зависимости от своего местонахождения основного Медведя, это очень важно, на самом деле, это очень можно зарешать. Потому что один Родианц, он крипов, ну, все равно как долго подъедает. Да, взял Аганим, все, и пошел. Да, да, и вот сейчас будет пуш будет идти, очень хороший. И сейчас Нави даже из базы порою не смогут выйти, потому что они будут вынуждены все время отвлекаться на спиритбир и уходить. При этом, а Шеров, ситуация получится так, что они будут уже принимать бой, скорее всего, где-то возле базы Нави, если вообще какая-то драка будет случаться. Они на свои. Тоже очень важно. Все еще Медасик есть. Ну, у Медведя уже полный... Вот, сейчас может Афонин стрелять. Посмотри, заходит, заходит, отставил, тебе время, свап! Свап-то свап, свап-то свап! Да ладно, Лотосорб и решают сразу же сноубол. Ой, вот это очень плохо! Лотосорб в сноубол, и сноубол покатился Афонин! Сам тому не рад. Еще один свап. Вся команда хочет спасать, еще один свап. В итоге Афонина разорвали. Как же сейчас сноубол этот, Лотосорб, сыграли против него? Так-то продолжается, Медвежонка пытается запокусить, Медвежонка скорее всего погибнет, а Готэм пытается уйти, Готэм умирать вообще нельзя, Готэм. Ну, пока еще в сноубол, конечно, прячется, но... Тоже умирает. Тусорб сумасшедшая штука. Ну, два байбэка сейчас будет тратить. Да, как сейчас Ахмоб затроллил. Это очень крутая тема. Хук, варсайл, отличный хук, а ты бак. Сразу убивает, Санейка залетает, пытается помочь, глобал пошел, арсайл нет. Духа нужно тоже спилить. Сразу же иллюзию убивают, и Готэм уже пошел. За Санейкой бежит, у него есть гем, Санейка. Еще один гем валяется. Хук, мейма, но Санейка тоже никуда не уйдет. Держон, кого будет цеплять, есть хиксы, но там лотусы и... Да, лотусы здесь. Ну и что, и в итоге два байбэка потратили, но убили двух саппортов. В принципе, побольше выиграли, конечно, два байбэка и подхернее героев забрали, но опять перманентные статы растут. Опять можно никуда не торопиться с Ашером, просто ждать 7 минут, когда там все откатит к чертям. Рефрешер есть, Саленсер. И в этом Замейке он не воспользовался, в принципе, особой ситуации не было. 75 силы, 40 вольфов интеллекта. Это такие вообще статы бешеные. Медведь, который будет 12 слотов. Вот даже Супер Лайт Гейм здесь однозначно за Ашерами. Даже вот, несмотря на Пуджая и Санейксер, еще и 12-слотовый мишка, который может собраться. Да. И просто героям самим тоже уже наваривать там с каким-то Эбисалом, Муншардом съеденным. Оба умности и возможности. При этом, с другой стороны, Найкс, который уже, в принципе, достиг своего предела. Да, все. Он поменяет артефакт в своем инвентаре, периодически делал Муншард. Ну, а больше-то ему что сделать? Ну, тревела там какие-то, условно, заменят на фейзы. Остальное все нужно, остальное все не поменяешь. Без остального он просто не сможет жить и драться. Так что предел он своего достиг. Остальные герои тоже пределы своего достигнут очень быстро. В то время как Холлорезерсы по-прежнему развиваются и затягивают игру в Убер Лейт. Тот самый. Они будут невероятно сильны. Они уже неплохи. Посмотрите на этого пуджа, посмотрите на этого красавца, у которого 4-100 хп, который бегает с огромным количеством силы. Родает хуки каждые 4 секунды. Есть сыр. Полный порядок. Да, приятненько, конечно. То есть, смотрите, собираются Нави, у нас Холлорезерс по разные стороны реки. Снизу идет у нас Медвежонок на топ. Ему купили травола, слушай, он на траволах пошел просто сплетить. Это просто шестой персонаж на карте появляется сейчас, полноценный. Да, и, кстати говоря, Давид, он нормальный, этот лайн. Быстро съедает вообще, ну... Ну, Медведю еще, помимо 12 слотов, действительно нужно будет рефрешер дома держать, чтобы если Мишку 2 раза убьют, можно было зарефрешить. И, в принципе, тогда он станет в разы сильнее, потому что вот этот Медведь, который лопается... Так, заходит Нави, тем временем под смоками в чужие леса. Дву боевого компенсировать. Есть от всех способностей. И... и бах. И бах инициировать не очень хочется. И врывается на плитке реакции. И бах! Тоже, как он уходит. Что дальше? Дальше сноуполы. Пытаются Нави все-таки продолжить драку. Юзается глобал. И бах здесь, Санейка залетает, дает хекс в Афонина. Сбил он себя глобал. Очень быстро Адрошока съедает. Буквально за два удара. Да, вот там работает их отлично. Вот дитя Раб. Афонин. Второй глобал юзает. И бах пытается съесть Ахмо. Вместе с передем. Получается неплохо. Дальше Абисал-Набисал. Дитя Раб проседает. Застревает там где-то под кельвете. Пытается крысть и баха. И бах очень больно. И бах падает. Шачло. Дэнди нарезает. Дэнди пытается просто уйти падный. И то на фоне на себя. Сбилает различные способности, чтобы жить. Дитя Ра. Спрятался. Санейка будут уходить. Артстайл подставляет. Санейк будет умирать. Тут дух у него воскресни. Дух будет жить. Надо убить. Надо убить. Помочь. Хука. Ты бах. Хорошо сориентировался. Слапает. В итоге все. Минус дух. Дитя Ра. Просто безобразно потратили сейчас Скалрайзерс. Два своих глобала. Потерялись полностью. Ничего в драке не делали. Но только из-за того, что их преимущество уже, ну, огромное, можно сказать. Они эту драку выиграли. Сколько там байбека было провезено? Ну, на самом деле, всего четыре. Четыре байбека. Жесть. Ну, да. И очень повезло то, что Афонина не смогли второй раз зафокусить. Убили бы его первым. В этот момент на Рошане ловят у нас Руна пошел контролить. Готем называется. Гем вылетел. Вылетел там. Или на хук и бах. Ахмо ловит. Сразу же Финскрит. Надо спасать. Как-то сам... Здесь Форстафен, но куда-то в сторону противника. И отдали Ахмо уже после байбека. И теперь Рошан. Уже не факт, что заберут. Да, совсем не факт, что заберут. Здесь Пуджик. 4.300 хп. Медведь, у которого все замечательно. Там артефакты текут рекой. Сыроекис. Сыроекис. Сыроекис, который можно положить лон друида. Слот там есть. Есть слот также у Пуджа. Хватает, чтобы... Быть... Даже в каком-то байну можно. Но я думаю, что Сайленсер должен брать себе Аегерш. Сайленсер, да. Страйд. Ну тут Асыры. Все в порядке. Медведь полетел сразу же отпушивать мид. Дально. На нижнюю линию при этом идет сам лон друид. 15 тысяч. Теперь уже выигрывает Хелл Рейзер с одной. Там где-то была драка, которую они сразу подняли очень много. И держат сейчас на этой отметке. Да, та самая, где они там всех переубивали. Сейчас-то Нави дерутся уже неплохо. Но по-прежнему с каждой дракой они откатываются все дальше и дальше назад. Все толще становится Пудж. Хотя вроде как его пока не проблема съесть. Вот как раз-таки больше проблема с Сайленсером. Потому что его НТА дает слишком много дэмэджа. Он там уже просто как только начинает бить. Он выбивает из всех героев ХП резво. И из Венги. 2.300 у которой. Всех-всех. Да. Да, это, пожалуй, наверное, одна из самых крутых игр за эти европейские квалификации. Ну вот по этим двум дням. Ну вот в первом нет такой игры тоже финальной точно не было. И мы наблюдаем сейчас просто то, как Хелл Рейзер с зубами вгрызаются в эту карту. В эти квалификации с криками. Нет. Мы не будем вылетать. Мы будем оставаться в квалах. Мы хотим в плей-офф. И пытаются убить Нави на этой карте. Получается пока более-менее. Но опять же напомню, дорогие друзья, что номером 2 между этими же коллективами закончится эта карта. Там она закончится. И как она закончится, не знает никто. Ну я как бы за Ашер болею. Думаю, всем надо болеть за Ашер. Потому что если они сейчас выиграют, вторая будет напряженная. Если они проиграют, то все. У них никаких шансов не будет. Им очень нужна эта победа. Они еще ни одного очка не заработали. И как раз-таки подмесить Нави. Это самое то, что нужно. Медведь пошел сплитить на топ. У него уже есть рвлаж. Шесть тысяч. Медведи, купи себе что-нибудь, дружище. Шесть тысяч это слишком много, чтобы просто так с собой таскать. Но надеются на то, что два рефрешера здесь порешают все вопросы. Бах. Линзы. Видит Артстайла. Артстайл, хук мимо. Не попал, и бах. Был близок, но нет. Много бижена давал, но в арт разгрызает. И бах, еще один хук и снова не попадает. Опасно, очень опасно играть. Нави, когда их вот так вот пытаются поймать. Да, что по байбекам. Байбека, дансер 30 секунд, пуч 3 минуты. Ну, в принципе, только у двух героев есть. Лайфстиллер и Лондруид. Байбеки. Все так. Там... Лондруид что-то купил себе. Где его деньги? Что ты себе купил? Муншард в Медведя. Вот это, кстати, очень крутой артефакт. Он его еще пока не съел, да, просто в инвентаре имеется. Ну, а я думаю, что в Медведя нельзя съесть. Кажется. В самом Лондруиде. Да и, в принципе, он дает достаточно много. Вот эта скорость атаки, она очень сильно решается таким демиджем. Слаб. Ой, да ладно. И сразу же слабнули и бах. И быстро его убивают. Очень быстро. В секунду 4000 кп съели Санейка. Залетел тоже слишком далеко. Его убить не смогли. И дальше залетает Дензи. Уже под Праймл Сплитом. Не, Афонин не может дать Глобал. Афонин дать Глобал нужно. Афонин пока не дает Глобал. Шачно там умирает. Где Глобал? Афонин получает Хекс. Падает твоя команда. Глобал Афонин нужно дать. Может съедать на Егисовую. Второй Медведь там умирает. Ему очень больно. Афонин, Глобал. Будет сжать или нет? Афонин, один Глобал, пожалуйста. Какой-нибудь у Дезеблин. У тебя было время, чтобы его поражать из новых Хексы. Просто нон-стоп держ Дезеблин этого героя. Сразу же он байбекается. Артстайл тем временем съедает. Окей, появляется дух. Ничего страшного. Артстайл может еще играть. Без байбека Пудж. Байбекается Венжи Фул Спирит. Нави просто будут идти сейчас на чужой хайграунд. Знаешь, что Пуджа нет. У него нет байбека. И у Медведя нету Мишки. 80 секунд. Эй. Травела покупает себе Шадо Шаман. Да, сейчас Ашеры могут слить эту игру. Но есть два глобала. Это единственный шанс. Сейчас вот эти два глобала и Силенсер. Это единственный шанс команды отбиться. Бабочку покупает себе Апстиллер. Вместо чего? Блинка. Блинка. Ну, бабочка побольше ему даст. Ну, наверное, нужен байбек от Салон Друиды все-таки. И хотя бы как-то пытаться откидаться вместе с командой. Создавать какую-то массовку. Либо слить эти бараки уже. Просто сливают. Как не хочется бараки давать. Это будет минус две стороны. Заходит. Огромная пачка крипов. Сразу же свап. Пошел. Дэп подставляет. Сразу же Ашердайп прикрыли ему путь. Глобал дается. Слишком поздно погибает. Год дэп. И без байбека тоже. Два героя без байбека еще очень долго. И Na'Vi просто идут заканчивать эту игру. Снимают Сир-4. Снова свапы. В Атершока. Атершока. Джеклз поймали. Атершок. Получает клей. Атершок. Ничего не может сделать. Справляется на верну. Даблкил делает Ситяра. Падает Сир-4. Юзается глобал. Просто хоть что-нибудь сделать пытается Афонин. Гудгейм. Сплейт они. Артстайл красавчик. Просто Артстайл двумя своими свапами закончил эту карту. Как его там, хоть что угодно про него можно говорить. Про его свапы в середине игры. Но свап Пуджа к себе на ХГ. И свап сейчас вот этого год дэма. Настоящего. Просто забыли про то, что у венги такой большой радиус. Хотя она даже без линзы была. У нее просто... Просто обычный свап 16 уровня.